Для аэропорта Пензы просят субсидии Для аэропорта Пензы просят субсидии Регион хочет реконструировать аэровокзал Коммерсанта 29 января 2019 года 22.30 Пензенская область просит 760 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство нового здания аэровокзала Регион считает, что именно низкая пропускная способность сдерживает рост авиаперевозок которая в ближайшие годы может вырасти с 181 тысячи до 500 тысяч человек в год Но в отрасли считают, что при пассажиропотоке до 1 миллиона человек вложения в аэропорт можно окупить только при предоставлении инвестору льгот А в Пензе пассажиров оттягивают на себя более крупные аэропорты областных центров по Волчьям Правительство Пензенской области просят у федеральных властей 760,5 миллиона рублей на реконструкцию городского аэровокзала сообщается на сайте региона Зампред областного правительства Валерий Беспалов выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации заявил, что низкая пропускная способность аэровокзала сдерживает развитие воздушных перевозок через аэропорт Пензы По его словам, через аэропорт могут пройти лишь 100 человек в час нет отдельных зон прилета и выдачи багажа Регион профинансировал разработку архитектурной концепции нового здания аэровокзала создание проектно-сметной документации и расходы на газэкспертизу Господин Беспалов предложил Минтрансу включить проект в перечине объектов и мероприятия ФАИП развития транспортной системы Аэры За последние 4 года пассажиропоток авиаузла Пензы вырос с 75 тысяч до 181 тысячи человек Правительство области рассчитывает, что в ближайшие годы он увеличится до 500 тысяч человек Заместитель директора Департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Беловинцев сказал, что ведомство готово поддержать проект при наличии обоснований по пассажиропотоку В Минтрансе не прокомментировали твердый знак просьбы региона Какую стратегию развития экспорта транспортных услуг в РФ разработала Минэкономики Гендиректор ГБПО Аэропорт города Пензы Юрий Осколков рассказал, что в случае согласия федеральных властей предоставить деньги реконструкция может начаться уже в 2019 году По его словам, регион готов софинансировать часть строительства нового аэровокзала Но в каком объеме, господин Осколков не уточнил На инвестфоруме в Сочи в 2017 году власти региона говорили, что новое здание аэропорта оценивается в 250-300 миллионах рублей Предполагалось, что его реконструкция завершится в 2018 году Собеседники твердый знак в отрасли считают прогнозы региона по пассажиропотоку излишне оптимистичными Рядом находятся Самара, Ульяновск, Волгоград, они оттягивают на себя значительную часть пассажиров, считает один из них При этом по-настоящему привлекательным для бизнеса аэропорт становится с пассажиропотока 1 миллион человек в год Поясняет он, с меньшим пассажиропотоком окупаемость возможна при льготах и преференциях для инвестора Другой собеседник твердый знак уверен, что расходы на строительство аэровокзала должен покрывать бюджет региона Здание аэровокзала коммерческая составляющая бизнес аэропортов Почему налогоплательщики Камчатки и Новгородской области должны оплачивать его строительство? Говорит собеседник Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУФШ Федор Борисов отмечает, что даже при достижении пассажиропотока в 500 тысячах человек в год аэропорт Пенза останется небольшим и сложным для бизнеса, а окупаемость проекта будет зависеть от условий, предложенных правительством региона Герман Костринский